Астраханская область В числе шести регионов, где корпорация «Туризм РФ» будет развивать туристическую инфраструктуру. Губернатор Игорь Бабушкин подписал соглашение с генеральным директором корпорации Сергея Винсуханова. Соглашение предусматривает развитие туристической астраханской агломерации и развитие санаторно-курортного туризма на озере Баскунчак. Как будет развиваться туристический бизнес в Астраханской области и какой отдых сегодня могут предложить регион для потенциальных гостей региона в рамках программы туристического кэшбэка. Обсудим сегодня. Это программа «Точка зрения». Гость студии, руководитель Туристко-информационного центра Яна Абдуразакова. Добрый день, Яна. Здравствуйте. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашему гостю по телефону 24 24 80. Один из порталов санаторий-россии.рф. Рейтинг вывесили. И мы там в лидерах по доступности отдыха в рамках программы «Туристический кэшбэк». Это такого уровня нам удалось достичь за последние два года, как в России стал развиваться внутренний туризм. Ну, понятно, из-за пандемии. На самом деле, по санаторно-курортному направлению мы уже не первый год входим в этот рейтинг. Не на последних местах. Даже возглавляем его. Отчасти, конечно, это связано с программой туристического кэшбэка, которая позволила более массово, скажем так, распространять информацию о возможностях Астраханской области с точки зрения туризма, приема туристов. И, возможно, те, кто просто раньше не знали, что есть такие объекты, и можно их посетить, они просто об этом узнали и приехали. То есть не обязательно это связано именно с низкой стоимостью. Ну и опять-таки нужно отметить, что низкая стоимость не равно низкое качество в нашем случае. То есть это просто такой приятный бонус при условии достаточно хорошего, качественного лечения. Сколько в Астраханск представителей турбизнеса подключились к программе и активно уже два года работают в ней? На самом деле достаточно сложно отследить точное количество, потому что программа действует этапами. На каждом этапе разное количество партнеров. Сейчас у нас получается внеплановый шестой этап программы. Там именно астраханских три туроператора. Плюс есть туроператоры, которые в других регионах продают Астраханской области, их значительно больше. Зарегистрировано порядка 18 объектов размещения. Санаторий наш Баскунчак. И еще ждем открытия детского кэшбэка. Тогда посмотрим, сколько партнеров будет по этому направлению. У вас работы в связи с тем, что в России сейчас развивается внутренний туризм, у вашего центра работа прибавилась? И в каком формате вы ее ведете? На самом деле это приятно, что туристко-информационный центр принимает значительно больше гостей, туристов, чем это было в прошлые годы. Мы очень заметили в летний период, что приходят к нам туристы самостоятельные, которые приезжают в Астрахань и уже на месте ищут экскурсии, которым были бы интересны, обращаются к нам. Мы рады быть полезными. Но уже сейчас, то есть если в прошлом году, например, в этот период, мы еще не замечали туристов у себя в туристко-информационном центре, хотя по телефону, по электронной почте, естественно, круглый год поступают обращения, вопросы. А вот именно физически туристы начали приходить уже буквально с прошлой недели. Практически каждый день пускает один, два, три человека, но к нам заходят. А есть какие-то недовольные после того, как посетили Астраханскую область? Есть какие-то обратные отзывы? Ну, конечно, мы же с вами... Или пожелания, например. На самом деле, вот сейчас часто туристы бывают разочарованы, потому что еще нет сборных экскурсий, они еще не стартовали, только середина апреля туроператоры будут проводить сборные экскурсии по городу, по области. И сейчас, получается, туристы либо индивидуально должны выбрать эту экскурсию... Нет, они могут обратиться к туроператорам, но, естественно, индивидуальная поездка, она будет значительно дороже, чем групповая. И, то есть, расходы их возрастают. Они не всегда, конечно, этому рады. Плюс по городу, если не брать именно экскурсии, то это музеи, конечно, театры сейчас все работают. А вот выехать в область уже только при помощи туроператоров они могут. Ну, и сейчас это получается дороже, чем когда есть организованные сборные группы. Плюс, ну, конечно, туристы иногда делятся своим мнением относительно дорог. Ну, я думаю, что... И постепенно это решается вопрос в рамках БКД? Да, да. В любом случае этот вопрос решается. И я думаю, что таких отзывов будет в ближайшее время. Ну, они сойдут на нет. А предложения есть какие-то? На самом деле, очень много положительных отзывов. Туристы с восторгом и даже с какой-то любовью отзываются о нашем регионе. Никого не оставляет Астрахань равнодушной. Очень часто отмечают именно какую-то особую атмосферу. Даже несмотря на то, что вот мы сами, астраханцы, прогуливаемся, отмечаем какие-то там полуразрушенные здания, нам кажется, боже, как это некрасиво. А туристы говорят, что в этом есть некая аутентичность, некий дух города. Да, и они рассказывают об этом с упоением. Туристы, которые все-таки приезжают в СИЗОН и могут посетить объекты в области, ну, конечно же, Лотцевые поля, это всегда топ. То есть оттуда ни один турист не вернулся с плохим настроением, да, недовольный. Ну, то есть в общем и целом все-таки количество положительных отзывов. Это было значительно больше, чем каких-то нарицаний. Вот сейчас шестой этап внеплановый стартовал. За пять этапов мы не будем подсчитывать. Давайте возьмем пятый этап. Сколько туристов посетила Астраханская область? Можно привести цифру и из каких регионов к нам приезжают? Ну, на самом деле, такие данные есть только у Ростуризма. Они собирают, они анализируют эту информацию, и нам статистически эта информация не приходит. То есть мы знаем, что Астраханская область достаточно востребована. Об этом говорят, да, рейтинги. И представители говорят, и сами туроператоры говорят, что у них есть достаточно большое количество обращений. Опять-таки в сравнении с периодом, когда не работает кэшбэк. То есть они отмечают повышенный спрос, но каких-то конкретных цифр у нас нет. А какие регионы приезжают? Есть данные? Конечно же, основные регионы, которые генерируют туристы Астраханской области, это Москва, Санкт-Петербург. Но это и регионы Юга России, то есть пограничные регионы с нами. В основном, конечно же, те, с которыми налажена логистика. С те, с которыми есть авиасообщение или же железнодорожное сообщение в пределах 12-15 часов езды. Скоро не за горами у нас майские праздники. Мы очень много в эти дни отдыхаем. В Астрахани уже известно, что может предложить Астраханская область для отдыхающих в майские дни. Вообще, где-то как раз-таки с середины, конца апреля туроператоры начинают собирать группы организованные. То есть это туры по заявкам. И получается, это не готовая группа, когда 15-20-30 человек сразу заявились и захотели приехать. А это 1-2-3 туриста выбирают даты, когда они хотят посетить Астраханскую область и присоединяются к этой группе. Такие туры рассчитаны на 2 дня и более, до 7 дней. На майские праздники уже этот механизм будет работать. Туроператоры наши астраханские размещают у себя графики сборных туров, графики экскурсионных программ. То есть это не только именно туры, а еще экскурсии, кстати, возможно, которые будут интересны самим астраханцам. Ну, например, поехать на Багдо, Баскунчак самостоятельно на машине, за рулем, 5 часов туда, 5 часов обратно. Помните, на Багдо тогда уже расцветают тюльпаны? Как раз-таки обычно это конец апреля, начало мая, зависит от погоды. У нас был достаточно прохладный март, поэтому, думаю, как раз-таки, наверное, к маю должны зацвестить тюльпаны. Это потрясающее зрелище. Проходит ежегодно там фестиваль степной тюльпан Багдо, который, кстати, можно совместить поездку, посмотреть, так сказать, объекты и заодно принять частью фестиваля. А это же просто тур одного дня, да? Да, да, это однодневный тур. По индивидуальному предложению, опять-таки, по индивидуальной программе, можно взять тур, например, с ночевкой в городе Ахтубинск, но это уже индивидуально. Но территория Багдо – это заповедная зона, там останавливаться нельзя? Нет, это да, там останавливаться нельзя, действительно, это заповедная территория. А так было бы прекрасно палатку поставить. Ну, нет, чисто все так. На самом деле, на территории природного парка Баскунчак, опыты Северной земли, у них есть площадки для, скажем так, условно, кемпингов, где можно поставить палатку. Это будет не на территории федерального заповедника, а рядом на территории природного парка. Как раз нам корпорация «Туризм РФ» поможет развивать инфраструктуру на озере Баскунчак. Как вы, как специалист, центр, видите будущее, туристический потенциал озера Баскунчак? Каким вы его видели? Ну, на самом деле, про озеро Баскунчак знают очень многие. И мы проводили это, скажем так, небольшое исследование, когда участвовали в проекте «Открой свою Россию». Подавали как раз-таки этот маршрут, и мы проводили буквально вот опрос. Что вы знаете об озере Баскунчак? И, на самом деле, в, скажем так, срезе 40+, людей знают практически все про это озеро. Не все знали, что, правда, оно в Астраханской области находится, мы рассказали. Но знают, как всероссийскую солонку. А здесь, как раз-таки, на мой взгляд, очень перспективно развивать это как санаторно-курортное направление, как мы позиционировали как раз-таки в конкурсе «Открой свою Россию» Астраханское мертвое море, озеро Баскунчак. То есть вот если посмотреть через эту призму, то это крайне перспективное направление, потому что огромный потенциал бальнеологического курорта, бальнеологического лечения. Это и целебные свойства воды самого озера, это и сульфидно-иловая рапа, то есть вот этот слой соли, воды, грязи, который обладает большим потенциалом для лечения очень большого спектра заболеваний. Кстати, действующие санатории, они на этом специализируются, они используют все эти ресурсы, но санаторий маленький и его мощности не позволяют принять большое количество туристов. А если сделать... Ну сколько там может за раз? Человек 100 нет? 100 нет, меньше. Да, там меньше мощности его. Но, как опять-таки мы общались в рамках инспекшн-тура с представителями санатория, у них есть достаточно высокий спрос, и даже пока мы там проводили интервью, видели гостей, которые отдыхали, грелись на солнышке, хотя это был конец сентября, загорали. То есть там лечатся, отдыхают и используют, проводят время для себя, для своего здоровья, для своего организма. А спрашивали, среди них есть астраханцев? Конечно, да, астраханцы приезжают, да. Сами астраханцы ездят, почему нет? Если мы уже начали говорить про санаторно-курортное лечение, давайте поговорим, что сейчас Астраханская область может предложить для тех, кто сейчас проходит, как вам сказать, налаживать свое здоровье после перенесенного COVID-19. Сейчас всем нам положена диспансеризация, всем обследование и восстановление после COVID-19. Вот что сейчас, это Тинаки? Конечно, да, предлагают и Тинаки, в принципе, и санаторий Баскунчак предлагает программу восстановления. То есть, ну, у нас, в принципе, да, вот два таких санатория для взрослого населения. В Тинаки мы можем по турку к кэшбэку поехать? Нет, Тинаки не представлены в программе кэшбэка. Это очень жалко. Ну, у Тинака, на самом деле, достаточно такая социальная направленность и коммерческая составляющая меньше. Я знаю, что там по целевому можно по какому-то предприятию поехать. Мы сейчас уходим на короткую паузу, после которой продолжим наш разговор. Это программа «Точка зрения». Сегодня обсуждаем, какой отдых сегодня может предложить регион для потенциальных гостей региона в рамках программы туристического кэшбэка. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 24248. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Ян, вот вы обсуждали мы санаторийно-курортное лечение Тинаки. Кроме Тинаки и Бускунчак у нас еще что-то есть? Ну, есть, конечно, достаточно большое количество частных центров, которые тоже предлагают различные программы, в том числе с использованием ресурсов озера Бускунчак. То есть грязи покупаются, предлагаются процедуры. Ну, то есть это все можно найти в свободном доступе. Ну, вот именно которые специализированы, медицинские, скажем так, учреждения, их все-таки два. Недавно представители турбизнеса региона ездили представлять себя на Интурмаркете и на МИД-2022. Это площадки для будущих договоренностей, налаживания связей и каких договоренностей уже далось достичь? Ну, на самом деле это площадки для такого комплексного продвижения, для прокачки. Потому что помимо того, что проходит сама выставка, проходит деловая программа, культурная программа отдельно. Но особо интересно слушать деловая программа, потому что выступают достаточно квалифицированные эксперты, которые рассказывают о текущей ситуации в отрасли, о том, какие перспективы, какие риски, какие угрозы, как с ними жить. Причем выступают эксперты не только от, скажем так, органов государственной власти, но и эксперты от бизнеса, представители общественных организаций. То есть, ну, такой достаточно серьезный там идет блок в деловой программе, направленный на такую прокачку тренинги, какие-то бизнес-консультанты выступают. То есть представители турбизнеса, которые посещают выставку, не только получают возможность рассказать о себе, найти новых партнеров, опять-таки пообщаться с партнерами в тех регионах, в которых у них есть заинтересованности, например, куда они планируют отправлять астраханских туристов. Но и, скажем так, принять участие в деловой программе, узнать о современных тенденциях, о реалиях, о перспективах, о каких-то трендах, возможно, новом оборудовании. Ну, то есть очень обширный спектр именно такого полезного действия для представителей турсферы. Как раз по итогам интермаркета и МИД мы общались по телефонной связи с одним из представителей турбизнеса региона. И она нам сказала, что сейчас они в ручном режиме пересматривают туры, потому что от заграничных туров пришлось отказаться. И они сейчас будут работать с другими российскими регионами и развивать туристический бизнес в Астраханской области. Сейчас у нас близится горячая пора, нерест в облы. К нам в Астраханскую область будут съезжаться потихонечку туристы. Можно сейчас уже говорить, что Астраханская область потихонечку уходит от спортивного туризма в область, например, этно-туризма, гастро-туризма? Либо об этом еще пока рано говорить? Или это можно все совместить грамотно и предложить потенциальному клиенту? Конечно, не можно, а нужно это совмещать и предлагать. И об этом уже не один год идет разговор, что перспективой развития туризма в Астраханской области является именно развитие направления, скажем так, рыбалка плюс. Чтобы туристы приезжали не только ловить рыбу, ну это определенный контингент, определенный сегмент туристов, но чтобы, возможно, эти же туристы приезжали с семьями. И уже, в принципе, опять-таки и на выставках это неоднократно обсуждалось, что не нужно гнаться за количеством туристов, не нужно наращивать их до миллионов-миллионов. А разве не так? Нет, абсолютно. Больше туристов, больше денег они оставят в регионе? Нужно работать на то и заинтересовывать туристов так, чтобы они приезжали на более длительный срок и таким образом оставляли больше денег в регионе. То есть не каждый день новый турист, а одни и те же туристы, которые приезжают на неделю, на две недели, и им есть здесь чем заняться. И вот как раз-таки такие туры рыбалка плюс, они это позволяют реализовать. То есть, например, сначала, допустим, приехали туристы, у них там 2-3 дня городская программа, они посмотрели город, они выехали за город. Посмотрели там, не знаю, Сарай-Бату, Курман-Газы, Багдобус-Кунчак. Но при этом локально остановились в областном центре. Допустим, да, они остановились в Астрахани. А потом на 2-3-4 дня, но опять-таки в зависимости от их интересов, поехали на базу отдыха. И там глава семьи рыбачит. Наслаждается природой. Мама загорает, посещает, не знаю, там, СПА, а дети купаются в бассейне. А есть ли у нас СПА на раскатах? Конечно, у нас есть инфраструктура, достаточно база отдыха, которые предлагают, на территории которых есть бассейны. Будем его так сейчас называть? Да, есть СПА-центры, конечно, это не, как там, где-нибудь, на земле, на материке, на большой земле. Да, это, конечно, допустим, бани, сауны, возможно, хамам, услуги массажа, услуги косметолога. То есть с таким комплексом тоже можно подобрать объекты. Это все в копеечку, наверное, такое войдет. Ну, здесь вопрос... Ну, от каждого достатка семьи. Да, от каждого достатка можно выбрать более бюджетные объекты, ну, где, допустим, будет меньшее количество услуг, но, допустим, будет также бассейн, потому что, ну, не все любят купаться в открытых водоемах, это уже как бы факт. Есть, допустим, бассейн, опять-таки, даже с точки зрения безопасности детей, например, если семья с детьми приехала. Ну, бани, мне кажется, уже практически в каждом загородном объекте есть, то есть... А сейчас туристы не просто хотят приезжать, наблюдать, смотреть, вкушать, но они хотят что-то еще своими руками делать. Такое у нас есть? Конечно, рестораны предлагают мастер-классы. Кстати, некоторые даже базы отдыха предлагают мастер-классы, то есть они предлагают... Почистки рыбы? Поймать, почистить, разделать, приготовить, покушать. Вот, то есть, да, такие варианты тоже есть. Ну, спрос рождает предложение. И когда мы общаемся с туроператорами, они всегда говорят, любой каприз за ваши деньги. То же самое говорят объекты. Понятно, что, допустим, стандартная экскурсия, она не может стоить столько же, сколько интерактивная или экскурсия с мастер-классом. Потому что если это, допустим, мастер-класс, то есть задействованы дополнительные ресурсы, дополнительные затраты, плюс человек, который проводит, допустим, этот мастер-класс. То есть это, естественно, просто более дорогостоящие предложения, но этого у нас тоже вполне достаточно. Ну, вот еще говорили, чтобы главное, маленькое количество приехало, остались на долгое время, оставили какие-то определенные денежные средства, но при этом еще не забываем работать с рафаной радио. Потом отметки в социальных сетях, все по геолокации придут, посмотрят, прицениться. И, возможно, не в этот сезон, но на следующий приедут. Конечно. По хорошим отзывам. Ну, не маленькое, количество туристов, даже быть, не маленькое, все-таки оптимальное. Это, да. Но подъемное для региона, потому что ни один регион не резиновый. И принимать, ну, допустим, для Астраханской области, там, трупоток в 10 миллионов туристов, ну, просто это нереально, скажем откровенно. Скажем откровенно. Поэтому лучше... И тем более никто не стоит забывать о восполнении биоресурсов. Ну, турист же может быть основан не только на биоресурсах. Ну, я знаю, я знаю. Но это, допустим, средства размещения. Опять-таки для Астраханской области очень ярко выражена сезонность. Да, у нас длительный период тепла. Ну, как ни крути, но туристский сезон, ну, с марта по ноябрь. Зимний период, это все равно для такого туризма, там, экскурсионного, он, как правило, выпадает. То есть для делового туризма, для каких-то других направлений, опять-таки, возможно, при появлении новых объектов, того же, там, круглогодичного санатория Баскунчак, на Баскунчаке, конечно, это спровоцирует спрос в любом случае. Туристы приедут и зимой. Но говорить о круглогодичном массовом туризме, пока что, конечно, рано на территории Астраханской области. Может быть, культура может подхватить именно в такие месяцы, когда у туристов в Астрахани называются простоем, например, какие-то постановки, фестивали. Вот у нас в сентябре уже состоится второй фестиваль в Кремле, Оперферст. На самом деле, как раз-таки, за счет культурных мероприятий в зимний период туризм-то и выживает, потому что это, как вы уже правильно отметили, это постановки в театрах, это экскурсионные программы в музеях. Как раз-таки именно это доступно туристам, которые приезжают в регион зимой. Преимущество. Ну, конечно, есть еще, опять-таки, загородный комплекс, который предлагает зимнюю рыбалку, но в Астраханской области это часто такое рискованное предприятие, потому что лед стоит не всегда достаточно крепкий для того, чтобы именно подлёдной рыбалкой заниматься. Кто легально занимается, вряд ли на это пойдет. Сейчас новое направление развивается, агротуризм. Это очень интересно, это еще что-то неизведанное. Мне бы самой хотелось побывать. Как это будет? Астраханские фермеры, аграрии уже готовы развиваться на своем хозяйстве, агротуризм? И какие площадки вы уже посетили? Есть что показать? На самом деле, нельзя назвать это направление абсолютно новым. Частично это уже включается достаточно давно в маршруты. То есть это посещение бахчевых хозяйств, всем нам известных. Это посещение осетровых ферм. Просто сейчас объектов мы рассчитываем на то, что их будет больше. Потому что они получают поддержку немалую. Мы уже посмотрели часть объектов, они получают поддержку. Плюс сами предприниматели поняли, что это может быть дополнительным направлением их деятельности и не воспринимают уже туристов как абузу, что нужно им уделить время. Вернее, не уделить, а как раньше они говорили, это нужно на них потратить свое время. То есть сейчас вот от этого потратить, наконец-то ушли. Пришло осознание, что туристам можно уделить время. Это может быть дополнительным заработком. Ну, туристам это действительно интересно. Очень так бытует мнение. Не раз уже спрашивали у нас, да что интересного. Ну, растет там арбуз, помидоры растет у нас на дачах, у всех растет. Ничего страшного. Но мы не учитываем тот фактор, что это для нас нормально. Это для нас обыденно. Приедем мы на Камчатку, и для нас краб будет необычен. Да, это диковинка. Вот о чем мы речем. То есть те туристы, которые приезжают в Астраханскую область, это в основном жители крупных городов, мегаполисов, особенно их дети. То есть если там родители где-то еще, может быть, застали какие-то времена, когда это было более распространено, то дети зачастую вживую этого не видели. Только в мультиках, там, не знаю, на картинках, в книжках. И им это всегда безумно интересно. Поэтому это направление, думаю, будет очень востребованным, перспективным. Но сейчас, скажем так, только закладывается фундамент. Туроператоры готовят программы, взаимодействуют с объектами, обсуждают, как правильно подать, что туристы, чем туристы будут заниматься, что они будут делать на этих объектах. Потому что было тоже такое мнение, что туристов привезут на поля, заставят работать за их же деньги. Я надеюсь, все будет не так. Фундамент будет построен, дом тоже накроет крыши. И у нас в Астраханской области агротуризм будет только развиваться. Яна Маговина, спасибо, что сегодня пришли к нам. Это была программа «Точка зрения». Оставайтесь с нами, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова